Всем доброго времени суток, с вами Виталий Соколов и мы продолжаем наш цикл уроков по созданию игр в жанре RPG. Сегодняшний видео урок я бы хотел посвятить работе с разными видами оружия и особенностями, которые есть при их использовании. Также было бы неплохо рассмотреть защитные умения, типа одевание на себя щита и тоже там есть некоторые особенности. Ну и если останется время, а я думаю оно таки останется, мы с вами еще рассмотрим настройку игры, потому как у нас все уже к ней подготовлено, так сказать. Ну что ж, запускаем наш прошлый проект в Delphi и приступаем к работе. Итак, для начала предлагаю начать с щита. Допустим, как же сделать, чтобы отобразить человечка щитом? Есть несколько способов. Первый, это на картинку, которую мы рисуем с нашим человечком, мы сверху будем накладывать картинку с щитком. Но в таком случае нам нужно будет еще и возможно рисовать щитки в разных местах, потому что при повороте у нас будет меняться местонахождение руки. Либо можно сделать примерно посрединке щиток, тогда это не так будет заметно. И тогда это нам упростит количество прорисовок. Второй способ, он более качественный, но при этом более накладный, у вас больше времени уйдет на его разработку, это рисовать самого человечка вместе с щитком, поведение его щитком. То есть количество анимаций и количество нарисованных картинок у вас увеличится в разы и вы потеряете больше времени. Поэтому я вам покажу более простой способ. То есть первый вариант, который мы с вами рассмотрели. Сейчас нарисуем какой-нибудь щиток и будем его просто накладывать в тот момент, когда наш персонаж оденет щит. Итак, в папочку имиджи я положил картинку с щитком, которую так и назвал щит. Вот она небольшая картиночка такая. Давайте ее загрузим сначала в игру, а потом будем над ней работать. В разделе var объявим новую переменную, которая будет хранить картинку tbitmap и она будет называться тоже щит. Почему бы нет? Переходим в форм create и будем ее здесь загружать. Вот у нас идет загрузка одиночных картинок. Так, изменяем здесь флаг на щит. Я думаю, особо здесь комментировать и нечего. Повторяем с вами старые действия. То есть выделяем память, включаем прозрачность, загружаем картинку. Так, ну а далее будем с вами в таймере делать проверочку. Если у нашего персонажа в его одежде одет где-то щит, то мы должны его с вами рисовать. Поэтому кликаем по таймеру и находим то место, где мы будем рисовать нашего персонажа. Можно в самом конце, перед итоговой даже прорисовкой это делать, потому что все равно нам нужно, чтобы щит был сверху над персонажем, а не под ним. Ну хорошо, давайте сделаем перед итоговой прорисовкой. Напишем, что это у нас будет прорисовка щита. Отлично. И здесь мы укажем, что это будет перс икс. Здесь будет у нас перс икс. И рисовать мы будем картинку щит в координатах с нашим персонажем. Теперь давайте купим, собственно, какой-нибудь щит. Так, и отправимся на покупку щита. Итак, выбираем щиты. Покупаем любой из них. Выходим, заходим в нашего персонажа и нажимаем использовать. Вот щиток оказывается у нас в руках. Так, и у нас ничего пока не рисуется. А, так нам же умножать ничего не надо. У нас там координаты и так в идеале. Так, и щит должен рисоваться не всегда, а здесь еще должна быть прорисовка. Если перс.дресс, то есть одежда, а именно девятая, которая отвечает за щиты, больше нуля, в этом случае мы будем рисовать наш с вами щит. Так, повторяем те же действия. Покупаем щит. Так, у нас на него денег не хватило. Возьмем, когда этот использовать. Выходим, и у нас нарисовался с вами щит. Так, да? Еще какую-то ошибочку у нас. Иконка заклинания. Может я случайно нажал еще и на заклинание какое-то. Так, ну там уже было видно, что щит нарисовался. Так, покупаем щит. Нажимаем использовать. Выходим. И вот наш щит, он всегда теперь с нами, мы как бы с ним ходим. Ну и дабы у нас щит приносил нам какую-то пользу, давайте сделаем, чтобы он блокировал какой-то процент нанесенного нам урона. Сделаем это во время удара монстров по нам. Находим в таймере то место, где наносят урон по нашему персонажу мобы. И здесь сделаем небольшие проверки. Если перс.дрес.9 равен нулю, в этом случае наносим урон так, как мы это делали и ранее. Копируем это. И теперь пропишем, если у нас все-таки есть какой-то щит, то есть дрес.9 больше нуля. В этом случае нам нужно отнимать не N, а десятую часть от N. Делаем так. Мы сначала от N отнимаем десятую часть, то есть тоже N делим на 10. И таким образом мы получим на 10% меньший урон. Но это будет хорошо видно, когда сражение будет происходить с более сильными монстрами, а не с такими, которые у нас наносят меньше 10 урона. Но мы с вами сейчас разницу можем и не заметить, в принципе. Вот сейчас возьмем какой-нибудь щит. Так, выбираем щиты. Покупаем. Используем. Так, снова нажал, похоже на какое-то заклинание. Так, и вот сейчас мы видим, что особой разницы мы не замечаем. Это связано с тем, что он наносит и так. Урона нам довольно мало. По одному, по два урона и так далее. Так, с этим разобрались. Ну, а теперь перейдем к использованию, собственно, самого оружия. Его можно также накладывать на персонажа, но это будет не очень красиво. Но при этом вы сэкономите на количество картинок. А можете прорисовать персонажа с различными ударами в разные стороны. Что уже будет более красиво. Вот, я в моем случае взял три вида оружия. Вы можете нарисовать гораздо больше. Я взял, во-первых, оружие, которое действует вблизи, то есть меч. Оружие, которое действует в радиусе, например, двух клеточек. Вот картинки размером 180 на 180. Это копье. И оружие дальнего действия я взял лук. В принципе, у меня еще арбалет был прорисован. Можно было взять. Человечек нарисован с поворотами во все восемь сторон с этим оружием. Как будто бы он наносит им какие-то удары. Вот давайте теперь по очереди загружать эти картинки. Начнем с меча. Для этого создадим массив картинок, который будет у нас отвечать именно за хранение картинок героя с мечом. Объявляем три массива. Меч, копье и лук от одного до восьми. Ну, то есть это номер поворота. Ну, а в форм-креете мы с вами, собственно, загрузим эти картиночки. Так. Я думаю, все в одном массиве можно будет загрузить. Точнее, в одном цикле. Сделаем это вот таким вот образом. То есть загрузим сначала меч, потом копье, потом, собственно, луки. И таким образом у нас все картинки будут готовы. Сейчас только запустим, проверим, чтобы не было ошибок. Так. Какая-то ошибка все-таки есть. У нас нет F1 меч картинки. Хорошо, сейчас перепроверим. А, проблема в том, что у нас они лежат не в папочке Magic, а просто в папочке Img. Поэтому Delphi не может найти путь к нашим картинкам. Так. А, в папочку Play мы даже положили. Ну, хорошо. Запускаем еще раз. Так. Теперь ошибочек нет. Все картинки загружены. И готовы. Теперь находим тот код, который отвечает за нанесение урона. И будем смотреть. Если у нас в руках будет находиться меч, то мы должны будем рисовать не просто нанесение урона с помощью анимации удара в руки, а с помощью прорисовки именно картинки с мечом, например. Вот у нас, собственно, сам код. Так. Так, прорисовка. Когда персонаж сражается, у нас происходит так. Ну, и мы здесь должны еще и написать проверочку, чтобы когда у него нет никакого оружия в руках, тогда мы, собственно, и рисуем нанесение урона таким образом. За оружие у нас отвечает перс.дрес восьмой. Вот, если он равен нулю, тогда мы рисуем все так, как и было раньше. Так. А если же перс.дрес больше нуля, то есть у нас... Или даже не так, если оно у нас больше или равно каким-то числам. Мечи-мечи наши. Так, где у нас арты? Вот. С какого по какую у нас идут именно мечи? Давайте проверим. Итак, с 760-го. До 779-го. Так, значит, пишем. Больше или равен 760-й. И при этом меньше или равен 879-й, по-моему, да? Да, все верно. Тогда в этом случае мы должны рисовать картинку меч с поворотом персонажа. таким вот образом. И при этом еще влево уходим на 64 и вверх уходим на 64, потому как картинка не размером 60 на 60, а 180 на 180. если я не ошибаюсь, давайте на всякий случай перепроверим. Так, вот у нас play. Да, 180 на 180. И давайте теперь попробуем запустить, взять какой-нибудь меч и посмотреть, будет ли у нас происходить прорисовка при ударе мечом. Так, вот у нас мечи. Возьмем любой из них. Оденем его. Так, что у нас? Снова эти иконки заклинаний. Да, там, видимо, есть какой-то баг. Надо будет посмотреть, в чем там дело. Можно их пока даже закомментировать, чтобы они нам не мешали. Так, вот наши мечи. Покупаем. Одеваем. И попробуем наносить урон. Так, и в момент нанесения урона наш персонаж исчезает. Это говорит о том, что мы не рисуем нужную нам картинку. Так, ну, возможно, это связано с тем, что там именно мечи у нас отображают, точнее, ножи, а не мечи. Они у нас пронумерованы с 520 по 589. Тогда и нам это нужно будет указать, конечно же. То есть можно вот это вот все взять в скобочки. И у нас тут будет два варианта. И при прорисовке с мечами, и при прорисовке с ножами будет одна и та же картинка рисоваться. Здесь с 520 по 500 какой-то, 89. Давайте теперь возьмем артефакт. Так, наши мечи. Да, похоже, все-таки ножи рисуются вместо мечей. Ну да ладно. Сейчас мы используем. Так, и пробуем бить. Так, и похоже, все равно не рисуются, да? А, опять-таки грубая ошибка. Не и, а или надо ставить. Или тот вариант, или этот. Ну это уже вообще, конечно. Вот такие вот мелкие ошибочки. Потом довольно тяжело иногда находить. Казалось бы, на ровном месте столько ошибочек. Так, пробуем. Вот, наконец-то мы теперь видим удары меча вот в разные стороны. И он у нас отлично действует. Мы с вами видим, как он с вами работает. И здесь же мы можем прописать сразу же, как рисовать оружие для тех случаев, когда у нас будет уже не меч, а будет, например, лук и копье. Ну, сначала копье, да? Потому как у него тоже такой же сдвиг будет идти. Итак, давайте посмотрим по нумерации, какие у нас там копья идут. Так, вот они начинаются. 740, 749. Так, 740. И здесь рядышком 749. В этом случае у нас будет рисоваться копье. И есть еще вариант с луками у нас. Ну, кстати, для лука или арбалетов мы с вами для лука сделаем. Рисоваться будет картинка лук. При этом сдвига уже не будет происходить. Там картинки у нас тоже маленькие. 60 на 60. А, даже не 64 у нас здесь. Нужно было сдвигать а на 60. Я по привычке. Так, и смотрим, какие же у нас там луки идут. Они у нас там где-то ближе к концу. Так, арбалеты, арбалеты. Так, 900 и 925. Вот здесь указываем, что с 900 по 925. Отлично. Так, и теперь если мы купим копье, у нас и копье с вами будет отображаться. Купим лук, будет лук отображаться. Но некоторые вещи мы с вами еще не предусмотрели. По поводу копья. Оно должно действовать немного дальше, чем меч, потому как оно более длинное. Поэтому давайте перенесемся туда, где мы, собственно, должны наносить урон. Так, вот смотрите, мы с вами перенеслись в онкий даун. И вот мы при разных поворотах добавляем всегда единичку и проверяем местонахождение в том или ином месте наших врагов. То есть в радиусе всего лишь одной клеточки. А мы, например, можем проверить в радиусе и нескольких клеточек. Вот здесь мы потом сверяем с этой клеточкой, первой или второй, да? Если здесь мы изменим единичку на двоечку, то мы с вами еще и проверим в радиусе двух клеточек уже, а не в радиусе одной клетки. То есть здесь же можно скопировать часть кода и дополнить эту проверочку. То есть сделать здесь снова или вариант, когда моб видимый, его тип больше нуля, понятно. и xx плюс один, например, сделать и проверить уже на одну клеточку больше. yy плюс один, например. И таким же образом еще и сделать проверочку, чтобы перс. дресс восьмой был больше или равен. Какие у нас там копья идут, я не помню. Давайте посмотрим. 740, 749. Вот так и напишите 740. и при этом меньше или равен 749. Ну и дальше нужно будет скопировать и поделать точно такие же проверочки еще, когда x минус один, y плюс один, когда x минус один, y минус один, x плюс один, y минус один. Ну то есть просто скопировать вот здесь заменять плюсы на минусы, минусы на плюсы и так далее, чтобы все варианты у нас были предусмотрены. И в общем-то и все. Так, с этим разобрались. Дальше, что хотелось бы еще по поводу оружия сказать. Оружие должно наносить дополнительный урон, когда мы бьем. поэтому вот здесь вот где мы хп минус энд берем. Так, мы здесь тогда сделаем begin end. И если у нас будет в руках какое-то оружие, перс. дресс восьмой больше нуля, ну я не буду прописывать конкретное оружие, если вам нужно конкретное оружие прописать, то вы можете написать, если там 555 оружие, то там добавите силу на столько-то, если там какое-то другое, то на столько-то. Я покажу в общем, любое оружие если в руках, то мы дополнительно добавляем кинку через инк, да, в силу удара, например, десяточку. Таким образом у нас урон будет довольно-таки существенный. вот давайте я сейчас попробую ударить без оружия. Промахнулись. Промах. Вот единичку всего лишь нанес, А теперь давайте я возьму какое-нибудь оружие. Любое причем. Главное, чтобы оно у нас хранилось в руке. давайте его будем использовать. И вот теперь я ударю. Видите, за раз мы нанесли целую пучу урона сопернику. Также довольно часто в RPG играх делается такое условие, что задержка удара, имея в руках разное оружие, тоже разная. Ну вот, например, при ударе голыми руками, то есть когда у нас нет никакого оружия, давайте напишем if перс.дрес 8 равен 0, в этом случае задержка удара будет 2, то есть практически моментально будет наноситься следующий удар. если же перс.дрес у нас, например, вот для мяча напишем, да? Так, 520, 589, 589, end, а я уже в скобочках скопировал, так, меньше или равно 589, тогда задержку удара здесь увеличим, например, до 15. Для копья сделаем еще больше, например. Так, 740, да? 749. здесь задержку сделаем целых, например, 45. И сейчас сравним это. Возьмем сразу же себе копье и меч. Так, сначала берем какой-нибудь меч, затем покупаем себе копье. И смотрите, как быстро мы наносим урон, если я зажму Enter и подержу без оружия. Вот видите, насколько быстро наносятся удары. теперь давайте оденем меч. И я снова зажимаю и смотрите, спустя только какое время у нас удар мечом. Как будто меч тяжелый и быстрее наноситься удар не может. Теперь давайте снимем и оденем другой вид оружия именно копье. Смотрите, сколько времени проходит перед тем, как я ударю еще раз. уже конечно прогресс налицо. Можно это ускорить, можно замедлить. Тут уже ваше дело. Чем большее число вы здесь поставите, тем больше будет ваш персонаж ждать перед тем, как ударить очередной раз. Ну а теперь перейдем к работе с оружием дальнего действия. Смотрите, во-первых, нам нужно будет сейчас ввести массив со стрелами, который будет создавать или удалять стрелы, а также с помощью него мы будем стрелы рисовать, куда им собственно лететь. Также с чего мы собственно вообще начнем, это мы запретим наносить урон луком. В ближнем бою, ну если вы хотите можете оставить конечно нанесение урона имея лук в руках, как будто вы просто луком бьете вашего соперника. Но я покажу как это собственно запретить и наносить урон исключительно стрелами. Для этого опять-таки вот здесь сделаем проверку на уже потому как у нас когда уже равен будет true то ничего происходить не будет. так если перс точка дресс восьмой больше или равен девятьсот и при этом меньше или равен девятьсот двадцать пять в этом случае мы уже присвоим true ну потом мы конечно здесь еще сделаем и выстрел но пока что так если лук напишем здесь давайте попробуем запустить проверить что у нас получилось так если у нас здесь луки есть они вместе с арбалетами у нас идут да покупаем одеваем так разворачиваемся и пробуем нанести урон вот видите никакого урона не наносится хотя лук у нас отображается в руке да отлично отлично теперь давайте сделаем массив стрел и научим наш лук выстреливать эти стрелы даже сделаем целый тип пожалуй который будет называться t стрела рекорд и у каждой стрелы будет x y и собственно visible то есть создана она или нет так стоп x y это у нас будет integer а вот visible у нас будет типа булиан далее объявляем массив типа t стрела в разделе var тоже сделаем стрела array например с первого по 20 я думаю 20 стрел вполне будет достаточно больше их на поле находиться навряд будет в игровой области t стрела и форм create и собственно обнулим изначально все стрелы сделаем это в цикле for и присвоить 1 to 20 do в begin end потому как будет несколько команд выполняться и стрела и t .x мы присвоим 0 а еще поворот нужно хранить в стреле чтобы мы знали в какую сторону ей лететь y присвоим 0 дальше visible мы присвоим фаль то есть она невидимая и стрела и т. поворот мы присвоим тоже изначально 0 и давайте в ее типе объявим конечно же собственно поворот он тоже будет типа интеджер так ну вроде как все теперь давайте там где мы с вами в онкей дауне наносим урон научимся выпускать стрелу так так создаем в таком случае стрелу for и присвоить 1 ту 20 до до begin end и будем проверять если так уже у нас пускай будет фальш изначально если стрела это равна точка visible то есть ее видимость равно фальшь значит она не создана еще невидимая так и при этом уже равно фальшь еще тогда в этом случае стол объедин end мы уже присвоим true чтобы больше никакие стрелы не выпускать саму стрелу visible сделаем ей true далее присвоим ей поворот туда куда повернут персонаж то есть стрела и точка поворот мы присвоим перс точка поворот и в зависимости от поворота нужно ее правильно поставить то есть если перс точка поворот равен одному то есть смотрит вниз тогда begin end берем стрелу и координату x мы присваиваем такую же как у перса то есть перс точка x плюс а вот координату y мы присваиваем перс точка y плюс 60 то есть следует начиная со следующей клеточки будет вылетать эта стрела так копируем так этот поворот и делаем для 7 оставшихся поворотов то же самое вот таким вот образом то есть выставляем где она будет стоять по x и по y на каждый вид поворота ну и пока она еще летать не будет она будет просто у нас как бы выстрелилась и стоять на одном месте но давайте мы хотя бы это отобразим чтобы знать вылетела она или нет в таймере сделаем здесь проверка на стрелы и тоже будем пробегать в цикле for и присвоить от 1 до 20 до begin and если стрела это точка visible равно true то есть она создана тогда нам ее нужно будет нарисовать ну и в принципе сдвигать тоже нужно будет как вариант ее можно нарисовать просто палочкой так ну и прописываем в зависимости от поворота как мы ее будем рисовать на конве будем рисовать желтым цветом поэтому устанавливаем желтый цвет пена и ставим в координатах стрелы точку x и y а дальше рисуем если она будет лететь вниз то по y плюс 10 если вверх то по y минус 10 если влево то по x минус 10 если вправо то по x плюс 10 то есть растягиваем в такую маленькую линию ну как будто маленькая стрела я знаю что сейчас это сделано немножко неправильно но мне нужно вам наглядно это показать покупаем лук любой из них одеваем его и давайте попробуем стрелу вниз спустить так и похоже на то что стрела у нас таки не вылетает так и стрела у нас почему-то не имеет поворота давайте посмотрим при выстреле возможно мы поворот там не присваиваем а стоп же прорисовка у нас не пройдет потому как мы слишком рано делаем мы получается рисуем сначала стрелу а потом поверх нее рисуем всю карту понятное дело мы стрелу с вами так и не увидим поэтому нужно проверку на стрелы сделать где-то пониже стрела должна лететь перед итоговой прорисовкой где-нибудь давайте теперь попробуем запустить проверить что у нас получилось в итоге так зачем обувь берем луки надеваем и пробуем выстрелить например вправо вот видите у нас появилась стрела она конечно никуда не летит но посмотрите когда мы смотрим вправо было бы логичнее ее выпускать пониже то есть посредине нас когда мы выстреливаем вниз тоже было бы логичнее выстреливать где-то посредине и так в каждую сторону а вот наискосок у нас вроде как все работает нормально да только далековато как-то в общем да давайте нормально выставим выстреливание формки и дауни то есть поработаем над координатами расположения так когда мы стреляем вниз то мы еще и добавляем даже давайте плюс 25 где-то так или 26 у нас там 3 да получается давайте 28 сделаем когда вверх стреляем тоже добавим плюс 28 влево и вправо тоже плюс 28 добавляем но уже по игрекам так теперь при пятом повороте то есть когда мы смотрим вниз и влево пожалуй по игрекам ну ну да плюс 60 надо а стоп вот а слева пожалуй наверное не надо ничего для стрелы дальше дальше когда мы смотрим вниз и вправо тут все правильно так теперь когда мы смотрим вверх и влево тут в общем-то ничего не надо с нашей левой точки она и будет выстреливать и когда мы смотрим вверх и вправо от верха мы ничего не будем а вот x да плюс 60 вот если я правильно просчитал то где-то примерно так берем наши луки снова выкупаем одеваем их так пробуем стреляем вниз уже нормально стрела вправо вверх вот вверх кстати сильно далеко и влево далеко наискосок нормально нормально тоже нормально тоже нормально так поработать над вверх и влево только нам осталось а так стрелы вылетают нормально снова заходим вон кейдаун так при выстреле вверх это два мы от игриков ничего не отнимаем и при выстреле влево от иксов тоже не отнимаем все теперь у нас все будет вылетать нормально но помимо вот этой прорисовки нужно сделать чтобы стрелы еще и двигались поэтому перейдем туда где мы обрабатываем стрелы и сделаем еще и передвижение стрел так ну и здесь же в зависимости от поворота мы можем менять координаты то есть брать стрелу итую например координату х в нашем случае когда один это мы смотрим вниз поэтому менять будем координаты y все-таки y присвоить ту координату которая и была и давайте сдвигать на сколько пикселей ну на 8 пускай скорость будет 8 если будет нужно больше мы изменим так при выстреливании вверх мы будем отнимать y минус 8 так здесь уже мы смотрим влево значит будем отнимать 8 но уже от иксов при стрельбе вправо добавлять нот иксам так и теперь вниз вправо да растянем побольше для движения вниз все верно а для движения опять это влево у нас да по иксам минус 8 так тут по иксам уже будет то же самое но плюс 8 дальше 7 это по у мы отнимаем и 8 тоже мы по у будем отнимать 7 влево 8 вправо вот так вот то есть теперь стрелы у нас еще и должны улетать так как мы это прописали но к сожалению они не будут у нас исчезать они будут бесконечно лететь мы их уже не будем видеть но они все еще будут продолжать изменять свои координаты мы это попозже исправим конечно же зачем нам обрабатывать стрелы которые мы уже даже не видим так пробуем выстреливать вниз вправо влево вверх наискосок вот вам пожалуйста летают ваши стрелы можете вместо этих палочек которые я рисую рисовать что-то другое например вот видите больше стрел не вылетает потому что больше 20 стрел существовать не может в принципе поэтому давайте сделаем проверку на вылет за пределы здесь же проверка на вылет за пределы проверка будет следующей если так стрела и тая x меньше или равен не ну меньше нуля да если мы вылетели за пределы карты или y меньше или равен нулю снова берем или x больше 49 умножить на 60 это максимальная ширина карты y тоже 49 умножить на 60 максимальная высота карты тогда в этом случае мы стреле нитой точка visible мы присвоим фальш и ее больше не будет существовать таким образом мы сможем стрелять практически бесконечно но когда мы будем стрелять влево или вверх потому как эти границы возле нас рядом если вправо или вниз то там лететь долго и конечно же они будут существовать еще долгое время чтобы этого не происходило вы можете прописать чтобы в видимой области если за видимую область вылетают их больше не существует но тогда вы не убьете этой стрелой никого случайно выстрелив и так смотрите давайте отойду пониже буду стрелять вверх так снова я не то нажал так я не одел да конечно же так и она почему-то вообще моментально исчезает что-то мы прописали неправильно так x y а ну мы с вами вот здесь вот не исправили на больше поэтому собственно и ошибка так снова берем лук используем его опустимся пониже и постреляем вверх сможем это делать бесконечно практически видите я могу зажать и держать и у меня получится такой длинный выстрел это связано с тем что мы задержку на выстрелы не делали а если одиночно выстреливать то все нормально видите я так могу стрелять до бесконечности потому как стрелы исчезают когда вылетают за пределы поля так ну и что еще нужно при выстреле стрел это понятное дело сделать небольшую задержку мы делаем там при выстреле вон кейдауни давайте запишем задержку для лука лук это у нас 900 и 925 5 с 900 по 925 точнее сделаем задержку 25 хотя там и меч не очень быстро был да 15 давайте тоже 15 сделаем с этим разобрались ну а теперь давайте научим наши стрелы попадать во врагов и отбирать у них жизни собственно поэтому снова в таймере сейчас будем искать наш код делаем это следующим образом то есть пробегаемся в цикле G от 1 до 20 ну например 20 мобов будем проверять и если у нас существует данный моб с номером J и при этом координата X попадает в одну клеточку с координатой X стрелы и координата Y попадает в одну стрелочку с координатой стрелы тогда мы отбираем 10 жизней у моба убираем стрелу делаем ее невидимой и собственно проверяем моба на смерть если у него жизни стало меньше или равно нулю то мы присваиваем через сколько ему нужно будет появиться и делаем его невидимым ну а если вам нужно будет еще и в придачу сделать отображение урона когда вы в него попадаете стрелой то можете сделать это так же как мы делали это в предыдущих видео уроках где я вам показывал как сделать отображение количества нанесенного урона и так давайте попробуем пострелять в наших мобов потому как до этого они не получали урона от стрел так ну что попробуем давайте оденем лук постоянно забываю его одеть и количество и количество должно вот видите у него маленькая шкала стала еще меньше давайте подойду поближе а то там маленькую полосочку всего лишь видно так вот мы уже стрелой одного из них убили сейчас постреляем по второму так немножко мимо вот так вот станет так правда она немного дальше улетает чем должна потому как мы проверяем ее верхний левый угол скажем так ну главное что стрелы работают можно еще сделать привязку стрел к количеству стрел то которое у вас имеется например вы покупаете лук и вам сразу же выдается сколько-то стрел с ними когда они заканчиваются то все давайте добавим нашему персонажу количество стрел тоже будет типа integer стрелы так и теперь форм креете там где мы обрабатываем нашего персонажа мы с вами изначально присвоим ему количество стрел равное нулю присвоить ноль отлично дальше дальше при покупке нам нужно будет сделать так чтобы количество стрел нам добавлялось до того количества которое у нас имеется на 10 или на 20 например на 20 до для этого нужно перейти в торговлю а нет или все таки да да все таки да в торговлю нужно будет перейти и при нажатии на кнопочку купить давайте будем смотреть что мы покупаем так здесь будет у нас проверка если artnom больше или равен 900 и при этом artnom то есть номер артефакта который мы покупаем меньше или равен 925 значит мы с вами купили лук и тогда нам нужно увеличить количество стрел то есть перс точка стрелы мы присвоим перс точка стрелы плюс 20 все и давайте теперь сделаем отображение стрел чтобы мы с вами визуально могли видеть сколько стрел у нас еще с вами осталось делать мы это будем конечно же в таймере и перед итоговой прорисовкой делаем следующую проверку если перс точка дресс 8 то есть оружие наше больше или равно 900 и меньше или равно 925 тогда в этом случае мы должны еще и отображать количество стрел которые у нас есть в данный момент отображать мы его будем в виде текста то есть buf.canvas .drav и указываем в каких координатах например 100 десяточку отступим дальше напишем что это у нас количество стрел или стрелы напишем да стрелы двоеточие а тут плюс int to str то есть переводим из цифры в строку и пишем что именно перс . стрелы но это мы только сделали отображение количества стрел оно у нас не будет уменьшаться чтобы оно у нас уменьшалось мы при каждом выстреле из лука должны уменьшать количество стрел поэтому переходим в onkey down так и смотрим вот если мы с вами пытаемся выстрелить то вот здесь вот перс . стрелы мы присваиваем перс . стрелы минус один то есть уменьшаем на единицу количество стрел и при выстреле вот если лук мы с вами смотрим то мы здесь пишем end количество стрел должно хватать поэтому перс . стрелы при выстреле должны быть больше нуля ну что же давайте так что равно я зачем-то поставил вместо плюса сам не знаю зачем так что-то еще не нравится так графики стринг а причем тут драф текст аут так стал но и текстами выводим правильно и точечка после канвас запускаем идем покупаем нужный нам артефакт а именно лук начинаем его использовать и смотрите у нас сразу же отображается количество стрел и при каждом моем выстреле смотрите стрел становится все меньше и когда их не станет волоси у меня стрелы должны перестать в общем-то вылетать 2 1 0 и все дальше видите я уже пытаюсь выстрелить но выстрелов нет ну и заодно мы там убили монстра который стоял ниже нас так что привязку к количеству стрел мы сделали все остальные виды оружия вы можете делать примерно так же то есть все зависит от радиуса действия каждого оружия от задержки то есть насколько быстро персонаж может владеть тем или иным видом оружия от картинок которые вы нарисуете и которые вы будете либо накладывать просто на персонажа либо будете перерисовать персонажа с тем или иным видом оружия ну и в общем как по оружию наверное и все по идее ну а теперь перейдем к настройкам в принципе уже был у меня видео урок по тому как создавать настройки ну и здесь еще раз пробежимся вкратце в общем давайте хотя бы одну настройку какую-нибудь создадим например кинем сюда комбо-бокс который будет отвечать за частоту прорисовки так и напишем частота прорисовки графики так и в комбо-боксе в items указываем какие у нас есть варианты например 5 10 15 20 50 100 200 250 ну и 500 500 это уже так два раза в секунду это очень медленно так изначально item индекс поставим 0 с нулевого начинаем и сделаем кнопочку еще применить настройки или сохранить так и сохраняем для настроек я обычно делаю отдельный тип в разделе war в самом верху это тип t-option например равно record and и в нем собственно для каждой настройки нужна своя переменная ну например для частоты прорисовки сделаем частота типа integer и когда мы нажимаем на кнопочку сохраняем а стоп создаем теперь объект типа t-option мы его назовем option или opt при нажатии на кнопочку сохранить мы сразу же настройку будем применять то есть opt точка частота мы присвоим вот это вот значение combo box 2 combo box 2 точка текст текст а или айтемс так 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 текст же должен быть а ну да только нам надо перевести его будет из текста в цифру то есть str вот таким вот образом и нашу опт частоту нужно сразу же будет применить таймеру на форме 1 то есть форма 1 точка таймер 1 точка интервал присвоить опт точка частота таким образом мы изменим сразу же моментально нашу частоту в реальном времени нам не нужно даже будет перезапускать нашу игру вот давайте например сделаем 50 нет или 500 чтобы реально было заметно выходим и посмотрите как теперь все медленно происходит видите два раза в секунду всего лишь рисуется и все очень-очень медленно дальше мы изменяем на 10 и все уже выглядит вполне себе плавненько и нормальненько таким же образом можно будет изменить и управление персонажем и все остальное но если вы выйдете из игры и снова в нее зайдете то эти настройки конечно же не сохранятся чтобы они сохранились нужно сохранять наши данные например в текстовый файл для этого создадим например мемо какой-нибудь сделаем его невидимым то есть visible сделаем фальш так скролл бары добавим в него для вас как для новичков это будет наиболее простой метод чтобы вы не работали со сиган файл указывали там кучу данных лучше пускай у вас будет лишний компонент так и сохранить как он у нас называется memo2 то есть memo2.lines.client очищаем его а после этого memo2.lines.add мы в него запишем int to str opt частота а потом собственно сохраним все нужные данные memo2.lines.com save to file path плюс заходим в папку с игру и тут сохраняем opt.txt все теперь наши данные будут сохраняться вот если мы заходим в игру кликаем сохранить можем даже выйти теперь теперь отсюда перейдем в папочку с игрой вот у нас есть opt.txt и вот у нас цифра 5 здесь хранится но теперь нам нужно при запуске игры загружать наши данные каким образом это сделать давайте откроем нашу главную форму и форм create после того как мы узнали путь к нашей папке мы с вами делаем еще и загрузку настроек так это у нас какой там был юнит шестой да значит это шестая форма форм 6 точка мемо 2 точка lines clear очищаем изначально на всякий случай мало ли а потом загружаем в него из файла нужные нам данные lines точка load from файл path плюс заходим в папочку и загружаем opt txt далее в переменную opt точка частота мы присваиваем то что хранится в самой первой то есть нулевой строке lines точка strings с номером 0 при этом переводим строку в число поэтому str to int и присваиваем это таймеру то есть timer 1 точка интервал присвоить opt точка частота вот таким вот образом и теперь при загрузке у нас будет та же частота да мы не можем воспользоваться тем мему потому что у нас еще шестая форма не создана когда создается первая форма поэтому давайте просто в мему первый загружать у нас тут есть мему на первой форме значит в него мы и загрузим для нас это особой разницы не играет вот теперь все загрузилось то есть если я сейчас тут поставлю 250 и у нас все замедлится вот так вот сильно и выйду то и я зайду и у нас все равно видите вот рывками все идет так как оно и было а теперь пересохраним на пятерочку и все у нас быстренько и плавненько работает то есть с этим я думаю тоже у вас не возникнет каких-то непонятных нюансов еще бывает частенько при разработке игр нужно сделать какую-нибудь графическую заставку которая появляется при запуске вашей игры для этого можно создать отдельную форму например 800х600 размерчик подогнать бордер стайл сделать у нее BS ноны то есть вообще не будет синенькой полосочки которая могла бы выключить эту форму так нас интересует позишн десктоп центр чтобы она была сделаем таймер который будет рисовать нужную нам картинку хотя мы можем даже без таймера сделать если вам нужно без таймера можете сюда кинуть компонент image в который просто загрузите нужную картиночку и все так запускаем сюда но таймер нам нужен будет для того чтобы потом перейти на другую форму и при появлении этой формы у нас будет некая переменная там пускай даже это будет и типа интеджер при форм креете нашим нашей новой восьмой формы он креет мы этой и присвоим цифру например 10 или 5 5 секунд пускай она будет здесь а когда включится наш таймер то мы будем уменьшать количество секунд и проверять когда и будет меньше или равно нулю то тогда begin end мы должны закрыть эту форму это у нас форм 8 да точка клозы клозы или даже не так мы не видим и должны сделать потому как нам не нужно будет сделать главной формы визе был присвоить фальш форм 1 точка шоу на форме 1 мы включаем таймер таймер 1 наблит присвоить true а здесь отключить нужно таймер то есть форм 8 точка таймер 2 точка наблит присвоить фальш на главной форме мы наш таймер отключаем то есть наблит делаем фальш и теперь при закрытии он клозы мы должны выключать и нашу главную форму которая теперь форма 8 то есть форм 8 точка клозы так запускаем нам предлагают объявить форму 8 и форму 1 друг друга так дальше заходим project у нас проект и выбираем какая форма теперь у нас главная главная у нас форма 8 дальше давайте загрузим сюда какую-нибудь картинку здесь здесь есть свойство picture то есть картинка выбираем загрузить и саму картинку любую вот пускай такая будет чтобы ее растянуть на всю форму нужно свойство stretch поставить true и так давайте попробуем запустить вот 5 секунд должна у нас быть эта заставка потом открыться сама наша игра можете сделать больше можете меньше и при закрытии у нас все закрывается как обычно я думаю здесь тоже сложного ничего особо нет а теперь поговорим как же сделать видео заставку для этого нам понадобится компонент медиаплеер вот так вот он выглядит на папочке систем поставьте его себе добавьте новый мемо в котором мы собственно будем выводить наше видео тоже можем растянуть здесь так как нам нравится так давайте медиаплеер отсюда вытянем так ну как нибудь вот так что мы делаем дальше кликаем на медиаплеер указываем дисплеем его мемо 2 то есть туда куда ему нужно будет выводить изображение так auto open можем там выбрать дальше file name кликаем и выбираем какое видео мы хотим чтобы оно воспроизводилось но я тут любое выберу которое у меня имеется на данный момент дальше в таймере пропишем что когда форма форма будет закрываться то и на этой форме форм 8 . media player 1 . стоп мы поставим должен будет остановиться в общем-то форма здесь форма create и нашим давайте поставим хотя бы 15 секунд чтобы оно было так ну и наш mp здесь mp1 . play чтобы он сразу включался ну и давайте посмотрим что у нас получится вот видите сразу же появляется заставочка его кстати можно сделать тоже невидимым чтобы его здесь не было и через 15 секунд у нас это видео должно будет исчезнуть по идее да все верно дальше начинается ваша игра то есть довольно простенько вы так себе создадите видео заставочку так ну и как по мне в принципе с этим циклом видео уроков по разработке rpg я думаю можно будет закончить в общем-то основные особенности мы с вами уже научились создавать работать с ними и так далее и можно будет перейти теперь к другим жанрам или просто разрабатывать аналоги каких-нибудь игрушек возможно вам это пригодится особенно часто обращаются студенты и школьники которым нужно делать лабораторные курсовые и дипломные проекты и видео уроки им очень даже нужны для того чтобы во-первых самому научиться создавать а не чтобы кто-то за него это делал потому как ему и легче защититься будет ну и плюс вообще понимать в программировании программирование игр это наверное самое сложное вообще в программировании потому как вам нужно уметь работать со всем и с видео и с графикой и с базами данных и с сетью да совсем что угодно в играх может использоваться все и со звуком в том же так ну и пожалуй на этом у меня все встретимся в следующих видео уроках с вами был Виталий Соколов подписывайтесь на канал добавляйтесь в группу пишите делайте заказы буду всем рад консультации как всегда оказываю бесплатно так что обращайтесь не стесняйтесь всем пока